Здравствуйте, дорогие подписчики. Итак, новости с официального сайта sanktpeterburg.ru. Левада-центр. 61% россиян винят Путина в проблемах страны. Меродивых и коррумпированных чиновников считают ответственными за проблемы лишь 10% респондентов. Больше половины россиян считают президента Российской Федерации Владимира Путина ответственным за проблемы, стоящие перед страной. Об этом сообщает Левада-центр со ссылкой на данные собственного опроса. Согласно результатам исследования, в проблемах в полной мере винят главы государства 61% жителей страны. Еще 22% опрошенных полагают, что президент ответственен лишь частично. Связь Путина с проблемами отрицают 16% респондентов, а 10% опрошенных заявили, что в них виноваты нерадивые и коррумпированные чиновники. Около 56% россиян в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы за действующего президента. Затруднились определить свои политические предпочтения 29% опрошенных. Итак, создается парадоксальная ситуация. Более половины, то есть 61% населения нашей страны, наши с вами соотечественники, уверены, что во всех наших бедах виноват Владимир Путин. И 56%, тоже больше половины россиян, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, проголосовали бы именно за него. То есть, создается действительно какая-то непонятная ситуация, ситуация, которая не поддается логике. Как так? Люди выбирают тех, кто, грубо говоря, ответственен за их беды. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, обязательно подписывайтесь на канал, а мы переходим к следующей статье с официального сайта РБК. «Россияне назвали отсутствие заботы о простых людях главным минусом Путина». Не заботиться о простых людях, мягок к министрам, не борется с коррупцией, в первую очередь это не нравится россиянам во Владимире Путине, показал опрос Левада Центра. Но оценка работы президента по-прежнему остается высокой. На опрос о том, что им не нравится в президенте России Владимире Путине, 15% россиян ответили, что он не заботится и забыл о простых людях. 10% считают, что он слишком мягок по отношению к министрам и находится во власти своего окружения. 7% упрекают лидера страны за то, что он не борется с коррупцией и развол вокруг себя, воров. Такие данные представили Левада Центр по результатам октябрьского опроса о мнении россиян о главе государства. Имеются в распоряжении РБК. Вопрос был открытым, то есть респонденты сами называли характеристики, присущие по их мнению президенту, схожие по смыслу ответы. Социологи объединяли в один. Респонденты могли дать более одного ответа. Далее. В списке наиболее популярных причин, по которым респондентам не нравится президент, следует бедность и низкие зарплаты населения. Это 6%. Многословность президента 5%. Проблемы в экономике страны 4%. Слишком большое внимание Путина к внешней политике и обороне страны 4%. Его авторитарность 3%. Остальные ответы находятся в пределах статистической поврежденности. Им обрали не более 1%. Оценивая положительные черты Путина, россияне выделяют его решительность, мужественность, проводимую внешнюю политику, защищающую страну от Запада. За последовательность 2% за возвращение Крыма. То есть всего 2% наших соотечественников рады его действиям за возвращение Крыма. Вопрос также был открытым с возможностью дать несколько вариантов ответа. Чем вам не нравится Владимир Путин? Не заботится о людях, мало делает для людей, не знает как живут люди, забыл о простых людях. Больше всего наших с вами соотечественников уверены в том, что президент, ну и действующий президент, ну собственно президент, который 18 лет уже во главе Российской Федерации, не заботится о людях, мало делает для людей, не знает как живут люди. Вот это самое шокирующее, когда чиновники просто даже не представляют, как живут обычные граждане. Они забывают о простых людях. Слишком мягкий к министрам, уже спустил министров под властью своего окружения, не увольняет Медведева. 10% несмотря на это, то есть это второе место занимает среди наших соотечественников. Несмотря на это, несмотря на то, что россияне недовольны Медведевым, он все равно поставил Медведева премьер-министром. То есть наше с вами мнение ничего не интересует, наплевать на наше с вами мнение. 7% россиян уверены, что они не борются с коррупцией и разор вокруг себя воров. Это шокирующие данные. 6% бедность, низкие зарплаты, люди бедно живут. То есть это действительно так, к сожалению, в России даже работающие граждане превращаются в нищих и еле-еле сводят концы с концами. 5% считает, что Владимир Путин много говорит, мало делает, одни слова, не выполняет обещания, отшучивается и врет. Напомню, что это с официального сайта РБК. Ну и насчет врет, это скорее всего то, что он выступал, обещал, что пока он действующий президент, пока он президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет. Но все мы знаем, что он принял. И на вопрос, то что он же обещал, мы же тебе доверились. Вы президент, мы вам верим, зачем же вы так обманули нас? Он сказал, что я обещал в прошлом своем, в своей предвеборной кампании, а мы уже другая. То есть можно забыть слова, обещанные слова. То есть получается, что все мы из вас можем сегодня что-то пообещать, а завтра сказать. Так это ж когда было? Это было вчера, а сегодня уже сегодня. То есть человек, президент, ответственная глава страны, на всю страну сказал, что его слова эффективны лишь на какое-то время. Как говорится, мужик сказал, мужик взял слово обратно. Проблемы в экономике, кризис, нет антикризисной программы, 4%. Занимается только внешней политикой, все деньги на оборону, слишком много помогает, 4%. Больше всего людям нравится сама должность Путина, поскольку в российской культуре эд-лидер представляется харизматичным не в силу своих личностных характеристик, а благодаря занимаемому посту прокомментировал РБК результаты опроса социолога Левада-центра Степан Гончаров. Итак, какую бы оценку вы дали деятельности Владимира Путина на посту президента России? Итак, самая низкая оценка 28%, то есть максимальная это 28%, уверенно, что у него самая низкая оценка его деятельности. Средняя считает 20%, а самая высокая 2%. То есть это шокирующие данные. Уверенность в том, что Путин несет ответственность за проблемы, стоящие перед страной, во время его правления у респондентов несколько повысилась. Если в январе 2016 года 43% респондентов считали, что он несет за эту ответственность в полной мере, то в октябре 2017 года уже 55%. Напомню, что в 2018 этот процент только растет. Потому что напомню, что с очередными выборами после очередных выборов, то есть до выборов президент не говорил ничего о повышении НДС, не говорил о повышении пенсионного возраста, не говорил о новых налогах для безработных, для самозанятых. То есть ничего этого не было. И после очередных выборов, как понеслось. Конечно же, народ просто разочаровался. Каждый россиянин понимает, что с каждым днем становится все хуже и хуже. И самое страшное, что в наших с вами проблемах виноваты не Соединенные Штаты, не Европа, а наше с вами правительство. То есть налоги повышают не США для нас, и не Европа, а наше правительство. Пенсионный возраст поднимает для нас не Трамп, а наш президент, за которого мы с вами голосовали, которому верили. Многие россиянин убеждены, что окружение скрывает от Путина правду. Царь хороший, бояре плохие, о чем постоянно говорит пропаганда, полагает Миронов. Но как так может быть, что царь хороший, бояре плохие? По его словам, идея разделения власти в сознании граждан отсутствует, и президент воспринимается как монарх, а не наемный, сменяемый менеджер. Итак, напомню, вот эта очень хорошая фраза в Конституции написана, что президент – это не монарх, а это сменяемый менеджер. То есть мы доверили этому менеджеру, президенту, управлять страной. Но если нам что-то не нравится, мы можем сменить на другого, более квалифицированного менеджера. Отвечаемый вопрос, на какие слова населения опирается президент, респонденты в первую очередь назвали силовиков, 51%. Можно было бы выводить более одного ответа. То есть более половины наших с вами соотечественников считают, что президент опирается в первую очередь на силовиков. Но это безусловно так и есть. Зачем можно столько полицейских? Росгвардия, которая не воюет. В принципе, Росгвардия направлена против нас с вами, против народа. Далее следуют олигархи, 35%, чиновники, 31%, руководители крупных предприятий, 26%, средний класс, 22%. То есть вы представляете, 51% это силовики, олигархи, 35%, чиновники, 31%, руководители крупных предприятий, 26%, и только потом средний класс. А рабочие и труженики села, 16%, и культурное лето, 16%. Среди менее популярных ответов респонденты назвали интеллигенцию 13%. То есть на интеллигенцию, на средний класс, на тружеников, сел, рабочих, можно просто наплевать. Итак, интересы каких слоев населения выражает Владимир Путин. Вот вы видите, все на схеме. Опрос был проведен с 20 по 24 октября 2017 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 48 регионах страны. Статистическая погрешность не превышает 3,4% для показателей близких к 50%. Итак, напомню, что даже в 2017 году народ был, осознавал, что творится в стране. Но после выборов, мартовских выборов 2018 года все пошло по наклонной. Все пошло значительно хуже для населения России, для обычных граждан, для нас с вами, для наших с вами соотечественников. Повышение пенсионного возраста, повышение цен на топливо, падение курса рубля, соответственно, рост цен на продукты питания, товары массового потребления. С 2019 года повышается НДС с 18 до 20% в стране, где больше всего запасов в мире нефти и газа. К примеру, в Швейцарии НДС составляет 7,7%. А наши чиновники посчитали, что 18% это мало и добавили еще 2%. К сожалению, некоторые думают, что эти 2% каких-то несчастных, 2% ничего не решают, но на самом деле повышение НДС, то есть вот этих самых 2%, в итоге сказывается на нас с вами. Повысится абсолютно все, и продукты, и товары массового потребления, и ЖКХ, ЖКУ. В 2019 году напомню, что услуги ЖКХ будут повышаться поэтапно ровно 2 раза. Вы представляете, какой удар будет по бюджету, по семейному бюджету россиян? И если нам рассказывали до выборов, что президенты и правительство заботятся о благополучии россиян, то мы видим, что все совершенно наоборот. Им нужно было только выиграть на выборах, остальное все сказывается только на нас с вами. Обязательно пишите свое мнение в комментариях, делитесь этим видео, подписывайтесь на канал, мы будем следить за новостями. Напомню, что статьи были с официальных сайтов rbk.ru россияне назвали «Отсутствие заботы о простых людях главным минусом Путина». То есть, вы можете поискать в Яндексе, то есть, почитать самую вот эту статью. И также с официального сайта sanktpeterburg.ru называется «Левада-центр». 61% россиян винят Путина в проблемах страны. Опубликовано 22 ноября 2018 года. Пишите свое мнение в комментариях. Всего доброго и до новых встреч.